Приветствую зрителей 24 канала. В студии Владислав Новиков. На связи со мной Давид Шарп, военный эксперт. Давид, приветствую. Здравствуйте, Владислав. NBC News нам сообщает, что Россия может выиграть войну в течение нескольких недель или месяцев, если Конгресс не одобрит помощь Киеву. Такую оценку законодатели провели советник президента Джейк Сальван и директор национальной разведки Хейнс на закрытой встрече. Согласно заявлению, у Украины в ближайшие недели закончатся некоторые средства противовоздушной обороны и артиллерии. Один из собеседников издания оценил такую оценку невероятно суровой. Так где же все-таки здесь зерно истины находится? Есть ли что-то подобное или это просто, знаете, вот это вот такие пинки, которые ускоряют процесс получения помощи? Это в самом деле пинки, которые ускоряют процесс получения помощи. Иногда нужно сгущать краски для того, чтобы кто-то принял правильные решения. Правда, в этих случаях важно не перегибать, чтобы принимающие решения не почувствовали, что к ним относятся несерьезно. Но зерно истины, кроме вот, собственно, этого попытки немного сгустить краски, оно в том, что помощь крайне важна. И если она продолжит задерживаться, Украина столкнется с серьезными проблемами на линии фронта. А если ее вообще не передать, вот тогда дела Украины будут плохи. Надо правде в глаза смотреть. Но, конечно же, речь не идет проиграть вольну прям за несколько недель и тому подобного. Это то самое сгущение красок. Но дела плохие распространятся, насколько плохи, сколько это займет. Это было бы неправильно. Естественно, у меня нет ответа. Но стратегически понятно, что отказ от американской помощи – это тяжелейший удар для Украины. И это, что уж говорить, путь поражению в какой-то перспективе. Но это, конечно же, не настолько жестко и ужасно, когда говорят буквально о считанных неделях. В любом случае, пинки налицо. Однако налицо и проблема, которую нужно решать достаточно быстро. И пытаются это довести до конгрессменов все последние дни. Вопрос только, что они не понимают, насколько критичная ситуация вообще решается здесь. Война огромная в Европе, которая, в принципе, катализирует процесс к Третьей мировой войне. А они все время равняются своими внутренними политическими проблемами границы с Мексикой. Вот это важный момент. Как бы это ни было прискорбно, и мы об этом с вами не раз говорили, что в Америке не ощущают, по крайней мере, большинство принимающих решений, причастных к принятию решений, они не ощущают, что это их война. То есть даже те, кто сторонниками являются оказанием масштабной помощи Украины, они не рассматривают ситуацию, как будто воюет Америка, или, скажем так, воюет Америка было бы слишком. Ну, скажем так, почти воюет Америка. И что это первостепенная, абсолютно первостепенная, абсолютно приоритетная необходимость помогать Украине по максимуму здесь и сейчас. Вот такого подхода в Америке надо смотреть правде в глаза нет. Несмотря на то, что оказывается масштабная помощь, и несмотря на то, что без нее Украине было бы крайне плохо, что там говорить. Украина бы, видимо, проиграла войну, если бы американцы не оказывали два года этой помощи. И вот здесь действует уже еще один принцип, соответственно, вот на фоне такого подхода своя рубашка ближе к телу. То есть всегда свои проблемы, тем более на фоне избирательных кампаний, будь то лично у конгрессменов и сенаторов, или в окружении президента и кандидатов на президентскую должность. Для любых политиков, в любых странах это часто самое приоритетное, даже приоритетное над национальными интересами. Политик, который, ну, такого хорошего уровня, и вот которому можно дать высокую оценку, это тот, кто свои политические интересы ставит, по крайней мере, несколько ниже. Национальных, но это далеко не все и во всем мире. Это к чему я веду? Что они занимаются во многом своими делами. А кроме того, есть еще один момент. Например, понимая, что в ближайшее время решение хорошее и правильное, я имею в виду об оказании помощи Украине, все равно будет принято, пытаются, например, додавить администрацию Байдена на максимум уступок. То есть вот это вот армрестлинг, вот это вот перетягивание каната буквально до последней секунды, дабы добиться максимум достижений. Это тоже свойственно политическим системам очень многих стран и Соединенных Штатов, и Израиля, и Украины тоже. К сожалению, таковы реалии, и все же остается надеяться на положительный результат и то, что с ним не затянут слишком. Собственно, это и является целью. Есть еще одна новость, которая также сгущает краски, но в другом векторе. Разведка США считает, что война в Украине будет продолжаться от двух до пяти лет. CNN об этом сообщает. И говорят, что независимо от того, кто будет избран президентом США осенью и что произойдет в американской политике, в этом году представители американской разведки считают, что война будет продолжаться намного дольше 2024 года. Общался на эту тему с другим военным экспертом, который говорил, что в принципе наивно полагает, что в 2024 году все закончится. И даже в 2025-м, ну, как бы, знаете, вот такое большое пространство для маневра оказалось от двух-трех недель до пяти лет. Ну, еще с текущего момента. И как бы понимаете, что, опять-таки, надо искать зерно истины в этой новости, потому что, опять-таки, сгущаются краски, а люди могут не понимать, что, куда и зачем. Вот как вы видите эту новость и вообще эту ситуацию? Тут, кстати говоря, вот когда мы рассматриваем подобного рода ситуацию, тут даже не аналитика и прогнозирование, и вот какое-то обсуждение такого подхода, оно даже не носит военный характер. Это, скорее, я бы сказал, о таком общелогичном характере, что и как может развиваться. Во-первых, заглядывать вперед пять лет или три года, на мой взгляд, это немного безответственно, то есть, естественно, все возможно, да. Но пять-три года – это слишком далеко и слишком много, может быть, за это время неожиданностей или ожиданностей, которые приведут к самым разным сценариям. Поэтому три, пять и тринадцать лет – это неправильные временные категории для вот такого прогнозирования здесь и сейчас. А здесь и сейчас надо говорить о более приземленных цифрах. И для начала давайте двадцать четвертый год. И здесь ничего не изменилось. С одной стороны, есть президентские выборы в США, на которые рассчитывает Путин. Более того, Путин рассчитывает и на кое-какие другие развития политических событий в странах Запада, дабы понять, оказывают Украине помощь, не оказывают или оказывают в большей или меньшей степени. Для Путина это важно в плане перспектив ведения войны. А может быть, добиться чего-то большего, может попытаться, как говорил когда-то Пригожин, закогтиться и соскочить с нынешними достижениями территориальными. В общем, двадцать четвертый год – это абсолютно мертвое дело, как мне видится, завершение войны, если не произойдет какая-то сенсационная неожиданность, извиняюсь за тавтологию. Такое тоже в жизни бывает. Ну, в частности, помните мятеж Пригожина. Кто мог такое ожидать? А вдруг мятеж бы оказался успешным? Несмотря на то, что он, по идее, не мог быть успешным, но тем не менее. То есть, бывает там смерть лидера, какие-то странные, необычные события. Если мы вот не рассматриваем такие неожиданные сценарии, форс-мажорные, то двадцать четвертый год напрочь закрыт, а далее двадцать пятый год – это после выборов президента США, кем бы он ни был, анализ сторонами, что, в общем-то, происходит. На тот момент, кстати говоря, тоже важно быть, а что произойдет на поле боя на тот момент, мы тоже не можем. Это же ведь нельзя вообще никак прогнозировать. А ведь произойдут события, может быть, не будет никаких изменений, а может быть, и будут. В общем, и вот тогда, после выборов президента США, то либо старая, либо новая администрация, в связке с другими западными союзниками, могут показать, на что они годны, во всем, что касается помощи Украины. Какое будет общественное мнение на тот момент в Украине, какая будет экономическая обстановка в России, эти и другие факторы, ситуация на поле боя, где-нибудь к началу двадцать пятого года, то есть к приходу новой администрации или сохранения старой, будут этаким отправной точкой для каких-то решений и рассмотрений. И даже тогда, в двадцать пятом году, Путину может показаться, вполне это тоже логично, что закончить войну неким сценарием, который будет выглядеть как поражение, никуда не годится. И поэтому лучше продолжать и надеяться на лучшее, в ожидании чего-либо. А чего-либо бывает разное. И тогда вот мы переходим к тому, более долгосрочному сценарию, там, два-три года, то есть от нынешнего. Это вполне вероятно. Так что я бы не говорил про три-пять, я бы говорил, что от полутора до двух лет это более чем вероятно, а далее слишком много произойдет тех или иных событий, чтобы сейчас об этом говорить. Мы об этом просто, мы это не можем предсказывать. Через полгода будет новая отправная точка, когда можно будет подумать, что случилось, как, например, исходя из событий на фронте. Но главное, конечно, это дожить до президентских выборов США и понять, что будет после. Отдельно поговорим на эту тему. Еще хотелось бы некоторое время уделить военному характеру. Военный эксперт Билд Юлиан Репке сказал, что ВСУ начали использовать новую стратегию в войне с Россией. По словам журналиста, Украина столкнулась с ухудшением обстановки по истечении почти двух лет войны и сокращением поддержки Запада. Украина меняет свою тактику. В частности, украинские военные за несколько месяцев успешно переоборудовали зарубежные артиллерийские снаряды в собственные беспилотники «Камикадзе». За пределами фронта Киев нашел временную альтернативу освобождению оккупированных территорий. Это партизанские атаки украинского спецназа. И третий момент. Киев переключился с чисто военных целей на уничтожение российской инфраструктуры, обслуживающей как гражданское население, так и военно-промышленный комплекс. Вот хотелось бы тоже и свет на это пролить с вашей помощью. Ну, тут я вообще не очень люблю дискутировать заочно с кем-либо. Я могу высказать свое мнение по поводу вышесказанных вопросов. Значит, по поводу переоборудованной снаряды, артиллерийские использования для дронов. Сложно здесь о том, что перечислено, считать это какой-то новой тактикой или чем-то особенным. То есть, или это, в общем-то, продолжение и естественное развитие боевых действий и разного рода подходов, которые и так имеют место. Либо это достаточно вообще стандартные вещи. Что значит, например, рейды сил специального назначения? Рейды сил специального назначения всегда применяются по мере наличия таких сил и соответствующих целей для операции. Это не какое-то новое слово в тактике. И в любом случае, такого рода подходы не решают чего-то вот кардинального. Это доносятся болезненные уколы противнику. Иногда очень болезненные. Но это не что-то, что можно называть какой-то новой тактикой в свете уменьшения помощи Запада. Да, это вообще как-то не очень привязано. Значит, что касается использования тех или иных боеприпасов с дронов, мы все время наблюдаем прогресс в использовании дронов. Иногда этот прогресс не очень быстрый, иногда медленный. Это и по типам дронов, то и в том числе и FPV-дроны, которые вступили в войну на каком-то этапе и стали очень таким знаковым фактором. Это, конечно же, те или иные технические достижения, которые позволяют больше боеприпасов использовать или более эффективно действовать в районе линии фронта или чуть глубже. Но это все достаточно обычные вещи и общие слова. Поэтому мне, честно говоря, здесь сложно что-то добавить. И никаких драматических, в любом случае, страны, армии адаптируются все время к происходящему, адаптируются к тому, что делает противник, адаптируются к неким техническим новинкам, которые поступают на вооружение или поступают на выражение врага. И это естественный процесс. Поэтому тут еще говорить, например, еще об ударах в тылу России, уничтожении. Мы об этом тоже с вами неоднократно говорили, что Украина развивает возможности дальнего радиуса, длинной руки. Это важно с точки зрения воздействия на тыл России. Это важно с точки зрения медийной, чтобы привнести войну в дом каждого россиянина или почти многих россиян, чтобы россияне тоже чувствовали, что, оказывается, идет война и не все так гладко. Ну и, наконец, для отвлечения ресурсов, собственно. То есть тут и уничтожение ресурсов российских, и отвлечение, и медийный психологический фактор. Так вот, все это уже присутствовало давным-давно. Это более чем естественный подход. И, кстати, еще один важный аспект – это возможно создание фактора устрашения. Когда у тебя есть взаимного устрашения, когда у тебя есть возможности бить по Москве, то, возможно, Москва воздержится от ударов по Киеву. То есть, ну, я очень упрощенно говорю. Все это уже развивалось, все это было. Это важнейшее направление. Поэтому сказать, что это какая-то новая тактика, к которой решили специально прибегнуть, тоже было бы неверно. В общем, естественное развитие. А вообще каждый вопрос по мелочам, конкретный на уровне микро, можно и стоит рассматривать отдельно и анализировать, есть ли тут что-то новое, или это, может быть, даже давно забытое старое. Кабмин Украины выделяет рекордные 17,5 миллиардов гривен на строительство оборонительных рубежей. Также вот есть информация, что россияне активизировали свои наступательные усилия на востоке Украины, а союзники призывают Украину перейти к активной обороне. В общем-то, как-то такой вектор тоже выстраивается, вырисовывается. Вот эта активная оборона, огромные суммы, которые выделяются на возведение фортификационных сооружений, это, как вообще понимать, это вынужденная мера, или это, ну, просто вот очередная какая-то вещь, которая происходит в войне. То есть это переход и усиление патовой ситуации, либо это что-то такое, что как бы не повлияет на ход боевых действий, потому что вырисовывается картина следующим образом. Россияне всё проминировали, провели вот эти сооружения, чтобы предшествовать контратакам, и мы сейчас всё тоже оградимся, и получится вот такой вот устоявшийся, сильно заминированный, сильно заминированная граница, которая не даст возможности ни нам наступать, ни им. Во-первых, тут надо сказать, то, что они уже сделали, они сделали, да, и если у украинцев появится, вообще характер действий диктуют собственные возможности. Это, знаете, как в глупой поговорке «хорошо быть богатым и здоровым», но не всегда это возможно. То же самое, то есть хорошо наступать и побеждать в наступательных операциях, однако иногда объективные возможности это не позволяют. Россия уже со своей стороны, там, где она считала опасным, провела и минирование, инженерные фортификационные работы и насытила эти укрепления войсками, что является необходимым условием для того, для успешной обороны. Ведь без насыщения войсками никакой успешной обороны, хоть миллион укреплений и возведений минных полей, успешной обороны не будет. Значит, они уже это сделали. То есть, если украинское командование накопит достаточно сил, и причем достаточно сил, это подразумевает и поставки вооружений западом и боеприпасов, и подразумевается появление возможностей лучших, чем те, которые были летом и осенью для преодоления общевойскового, в рамках общевойскового наступления линии обороны противника. Когда эти два условия будут, можно будет и нужно будет попробовать. И наоборот, если этих условий нет, необходимо трезво оценивать свои и чужие возможности, а значит, как минимум, не допустить прогресса противника. То есть, если ты строишь свои укрепления фортификационные и насыщаешь оборону, это не значит, что ты тем самым лишаешь себя возможности наступать. Хотя это отвлекает, естественно, ресурсы, потому что важно оценивать по обстановке ситуацию. И если обстановка предполагает инициативу противника и отсутствие собственных возможностей, я имею в виду с большой вероятностью, решить наступательные задачи, значит, нужно решать задачи оборонительные, решать их успешно. Тем более, если противник наступает бесхитростно и не лучшим образом на подготовленные укрепления и может нести тяжелые потери перед этим. И если удается заманить противника, ну или, по-другому говоря, не заманить, а он сам атакует подобным образом, и как это не цинично звучит, создается пропорция, устраивающая пропорция потерь, то это очень серьезное достижение, а на наступательных действиях на подготовленную оборону к ним нужно готовиться, а на практике о них нужно думать только когда возможности соответствуют задачам. Предыдущее лето было уроком, и здесь очень важно этот урок усвоить. Голландский адмирал и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предупредил, что гражданское население на Западе должно готовиться к возможному конфликту с Россией. Он отметил, что вооруженные силы уже настроены на случай войны, однако гражданские должны быть готовы к войне, которая может повлечь за собой значительные изменения в их повседневной жизни. Это все-таки новость, которую я выше прочитал, относится к тому, с чего мы начинали? Это вот вынужденные вот эти пинки? Или вот все-таки нет? Потому что, вы знаете, отдаляются друг от друга, и Россия отдаляется от Америки, от НАТО, от Евросоюза. Ну, понятное дело, что там всегда говорили про какие-то конфликты, ну и торговали, и всегда были связи, и всегда были поездки. Вот это все было, конечно. Сейчас этого нет. Сейчас уже, ну, всерьез проводятся эти учения в НАТО. 90 тысяч войск, Корея там что-то, тоже какие-то ядерные бомбы взрывает. В общем-то, ситуация, знаете, как-то нагнетается, нагнетается и очень-очень выглядит как начало какой-то Третьей мировой. Ну, начало Третьей мировой, до Третьей мировой очень далеко. И Третья мировая, это непосредственно военное столкновение, я бы даже сказал, столкновение НАТО с Россией, непосредственное, масштабное. Она может быть ядерной войной, но оно, кстати, не совсем даже тянет на Третью мировую. Есть еще как-то Китай, Индия, остальной мир. Ну, в общем, определение, что считать мировой войной, дело такое. И тут важно отметить, это и пинки пресловутые, то, что вы сказали, это и пинки тоже, но это и понимание того, что реально ситуация сегодня, не такая, как два года назад, и не такая, как в 2014, на самом деле, уже тогда для Европы и НАТО должен был прозвучать серьезный звонок. То есть до того, естественно, насчитали, что эпоха войн, тем более больших войн в Европе, она прошла. То есть где-то там на окраинах мира, в диких дебрях ближневосточных или африканских, да, войны бывают, даже мы иногда, мы, я имею в виду НАТО, или Европа, или Соединенные Штаты, участвуем в этих операциях, иногда они очень серьезные, но вот то, о чем мы помним еще со Второй мировой войны и ранее, мол, это уже прекратило, это уже прошлый век, и перевернутая страница, перевернутая страница истории. Это оказалось не так. Сегодня все по-иному. И тем не менее, я считаю, нападение России, большая война, как таковая между Россией и НАТО, это крайне маловероятный сценарий. Однако раньше он рассматривался, как вообще невероятный. Сегодня это маловероятный. И в любом случае, обстановка накалена так, что нельзя не говорить о потенциальной угрозе. А потенциальная угроза, это значит, что надо готовиться к войне. И надо готовиться помогать своим союзникам. А Украина союзник, а вдруг выяснилось, что у стран Запада нет готовых ресурсов, я имею в виду готовых прямо на складах, чтобы в достаточной степени помочь Украине для достижения хороших целей. Я подразумеваю хороших целей, это, можно сказать, очевидной победы. Так вот, этого даже нет, по многим наименованиям, если мы говорим особенно о европейских странах. В общем, европейским странам, безусловно, нужно перестраивать и пересматривать политику в сфере безопасности, подход к строительству вооруженных сил и ВПК. И для этого, для того, чтобы пересматривать и делать это эффективно в рамках демократии, нужно убедительно говорить перед избирателем и перед политиками. Поэтому, если будут говорить вот так, как я сейчас с вами, ну, у нас, надеюсь, никто не услышит, что на самом-то деле и Советский Союз не напал с Варшавским договором на Европу, чего слабая Россия нападет на гораздо более сильную США и НАТО. Скорее всего, не нападет. Но говорить вот так, тогда ты не добьешься целей, которых ты добиваешься. Поэтому надо подчеркивать, что опасность есть. И вот здесь я как бы противоречу самому себе. Я просто хочу делать различия между шансами на реальную большую войну, которая вообще перейдет в ядерную. Поэтому крайне неприемлемо для обеих сторон, даже если они думают, что они очень сильные, вот, ошибочно или правильно, и тому, что угроза резко возросла, и в этой атмосфере нельзя себя вести иначе. Поэтому правы те, кто несколько сгущает краски, особенно что делать, когда необходимо воздействовать на электорат и принятие решения. Но тут со сгущением красок всегда нельзя перегибать. Это не должно быть выглядеть. То, что я говорю, это все равно спорно, естественно. Но когда кто-то кого-то убеждает, нельзя ни в коем случае допускать, чтобы это выглядело абсурдно и звучало как явная чепуха. И вот здесь не надо перегибать в любом случае. И тогда мелкие перегибы могут быть даже полезны между нами, говоря. По поводу того, что никто как бы не готовился, вот мне часто отвечают на этот вопрос по поводу оружия, боеприпасов, по поводу систем ППО. Вот, кстати, господин Маломуш, экс-глава СВР Украины, он сказал, что Украине нужно 50-60 систем Патриот, чтобы прикрыть почти все города. Но когда вот я спрашивал там у разных экспертов, мне говорили, а столько в мире нет. Столько в мире нет. И как бы вот совсем все плохо с Патриотами. Но все-таки какое-то количество НН нам смогли выделить? И мне кажется, что вот, знаете, не все так плохо в мире с Патриотами. Да, с Патриотами в мире не все так плохо, но 50-60 батарей Патриот, это надо смотреть, опять же, той самой правде в глаза. Это нереалистичное количество с точки зрения поставок. Я всегда говорю, что американцы опаздывали с решениями о поставках различных систем Украины. Некоторые до сих пор даже кое-что не выделили, что должно было. Где-то должны были больше. Ну, слово «должны были». Правильнее было бы. Никто в жизни, в мире никому не должен. Если уж на то пошло, было бы гораздо правильнее. Однако надо быть и реалистом тоже. 50-60 батарей Патриот, это колоссальное количество по деньгам. Это произвести, это стоит массу просто невиданные деньги и много времени. Не произвести, забрать из своей армии и передать Украине. Это было бы явным перекосом в сторону неприкосновенного запаса для Соединенных Штатов. Нужно подходить здраво. И, конечно же, огромное количество ракет. То есть тут батареи батареями, а ведь есть еще и сами ракеты, которые, ну, не то чтобы штучные, но их не гигантские количества. Часть тех, которые были произведены в прошлом, или старых моделей, или уже устарели. Не устарели, я имею в виду срок годности их прошел. То есть, в общем, такие количества, они совершенно невменяемы. Это огромнейшие деньги, это проблемы с производством и много чего другого. Однако 50-50 батарей, это задача максимума и мечты. Однако, скажем, 5 батарей, это тоже очень много, очень дорого. И их необходимо обеспечить большим количеством ракет, что серьезная задача. Но это уже гораздо более реалистично. И вот к этому количеству должны были стремиться раньше, на мой взгляд. И должны были на практике его уже вероятно реализовать к нынешнему моменту. Я имею в виду поставки, собственно, Соединенными Штатами. Но этого сделано не было. Однако и здесь важно помнить, это дорого. У американцев свои интересы есть. Это всегда нужно не забывать. В том числе противостояние Китая, в том числе неприкосновенный запас. В том числе, как мы сейчас видим, внутриполитические проблемы. Ну и, наконец, даже вот такой расклад. Когда все же у американцев исчисляется помощь, исчисляется условно в денежном эквиваленте. То есть, и когда мы говорим поставить 3 батареи Патриот и боезапас к ним лишних, то есть, ну, не лишних, а необходимых, то это будут некоторые миллиарды долларов в денежном эквиваленте. И если общий пакет, скажем, годовой он X, то тут тоже вопрос, а нужно ли 3 миллиарда, я просто сейчас говорю, из этого пакета, приоритетны ли именно 3 батареи Патриот или что-то другое. Может быть, они и приоритетны. Я как бы не говорю, но американцев, может быть, другой взгляд на этот подход. И даже у украинцев, может быть, взгляд на этот подход иным, когда ставится вопрос так, либо снаряды, либо Патриот. На самом деле все не так примитивно, но я просто пытаюсь указать на некоторые моменты, которые заслуживают внимания при анализе, что, почему и как. Вот есть интересная новость. Путин и его иранский коллега Ибрагим Раси прибудут с визитом в Турцию для встречи с Эрдоганом. Ожидается, что они посетят Турцию иранский представитель 24 января, Путин 12 февраля. Согласно информации, полученной из дипломатических источников, визит Раисе является важным этапом в продолжении диалога на высоком уровне между Ираном и Турцией и соответствующим поводом для обсуждения вопроса общей повестки дня. В общем-то, очень странно наблюдать, как Путин развязал крупномасштабную войну с просто многотысячными потерями и миллионы раненых людей, потому что боялся, что НАТО приблизилось к границам России. Вместе с этим абсолютно спокойно рассматривают возможность приехать в страну НАТО в активной фазе войны. То есть, ну, это же какой-то нонсенс. Ну, во-первых, то, что Путин развязал войну, опасаясь расширения НАТО, это, естественно, откровенный предлог из медийной сферы. Развязал он войну, чтобы захватить значительную часть Украины. Вот мне до сих пор интересно, каковы были его реальные планы. Все-таки не совсем вся Украина оставить кусочек Украины в качестве буферного государства. В общем, там вариантов много. Но цель была именно эта. Россказь не о том, что НАТО куда-то приблизилась и НАТО угрожает России. Это ерунда и это, что называется, запудривание мозгов. Всем прекрасно понятно, что, и я думаю, в российском руководстве тоже, что никакое НАТО в его нынешнем состоянии и вообще в нынешнем состоянии подхода к жизни и к войне, в Европе и в мире не собиралась с бухты-барахты захватывать российские поля и веси, дабы и поработить россиян. Я скажу более того, если бы оно это собиралось, то более удобного момента, чем сейчас, не нашлось бы. Россия израсходовала массу ресурсов, все, что есть, сосредоточено на территории Украины в попытках, я не знаю, продвинуться и захватить снова Клещевку. Я сейчас утрирую, и все с базы, из границ стран НАТО выметено все, что можно. Сил практически не осталось, потери велики, так вон, НАТО, приходи. Плюс еще и Швеция, Финляндия, но НАТО даже в голову такое не приходит. Более того, НАТО опасается дать Украине те или иные возможности, в том числе бить по России натовским оружием, чтобы, не дай бог, не было войны. НАТО это на самом деле оборонительный союз, а вовсе не какое-то объединение, которое ждет возможности захватить кусок России. В России это прекрасно знают, но предлоги, которые предъявляются международной общественности и конкретно собственной, и украинской, и какой угодно, звучать не могут, что вот мы просто хотим захватить Украину, хотя, впрочем, и такие тоже уже звучали, когда перестали стесняться. Вот был выдвинут абсурдный предлог по поводу НАТО, что привело, кстати, к расширению НАТО у самых границ России за счет двух сильных военных держав, ну, держав, стран Финляндии и Швеции, потенциальная угроза от НАТО возросла, а зато с Украины он приобрел реальную войну с сотнями тысяч погибших, инвалидов, сотнями миллиардов расходов, ну, в общем, все это мы видели. Но Турция это особенный член блока НАТО, я бы так сказал, духовно, и не только духовно, и я об этом даже говорил с офицерами стран НАТО, она и близко не соответствует требованиям блока и вообще вот традициям. В общем-то, это такой атовизм советских времен, когда для противостояния Варшавскому договору нужно было кто угодно, и в том числе такого рода союзники, как Турция. Сегодня Турция это совсем это не западная страна, это фактически руководя полуавторитарным, таким полуфашистским, полуисламистским режимом Эрдогана руководимая, шантажирующая тот же блок НАТО. И поэтому и у Турции особые отношения и с Россией, и с Украиной, и с американцами, и особые интересы, так как Турция очень важный игрок и в регионе Ближнего Востока, и в принципе в европейской политике. Поэтому ничего Путину естественно не грозит от посещения Турции, с Турцией у нее особые отношения, тут интересные отношения, очень интересные, потому что с одной стороны Турция продавала и передавала оружие Украине, а с другой стороны она важнейший источник товаров двойного потребления, обхода санкций для России. То есть вот такой на двух свадьбах великолепно танцует господин Эрдоган. И Путину есть о чем с ним поговорить, иногда у них взлеты в отношениях, иногда падения, вспомним, как был сбит российское истребительство, бомбардировщик в Сирии. В общем, это важный партнер России, партнер, с которым отношения неоднозначные, потому что Турция пляшет на многих свадьбах, умудряется раздражать очень многих, причем раздражать по делу своим поведением кого угодно и американцев и про Израиль я даже не говорю, и Россию тут же, но вот такое лавирование и вот такой вот реалполитик, ну а Иран сосед обоих, партнер обоих, неоднозначный партнер, кое в чем у Турции с Ираном пересекаются интересы, а где-то они друг другу противоречат, то же самое, кстати, можно говорить и Россия, Турция, связки, и Россия, Иран, но в нынешней ситуации все эти страны находят немало выгодного в отношении и пытаются разрешить те или иные разногласия по той же Сирии, например, у стран, естественно, те или иные интересы противоречат друг другу. Давид, большое спасибо за это интервью, за ваши ответы. Спасибо, и, как всегда, побольше хороших новостей, всего наилучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!